Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Баженов. Я вдохновлен вчерашним видео, потому что после того, как я его выложил в ВКонтакте, там девочка написала такой отзыв, вообще душесчипательный, что я так все понятно объясняю. А ведь хвалебные отзывы всегда вдохновляют. Поэтому я сразу сегодня снимаю еще следующий ролик, опять с тонкостями какими-то. Но вы меня хвалите почаще, потому что... И вообще всех окружающих хвалите почаще, потому что так наполняет силу. И хочется прямо еще что-нибудь рассказывать. Значит, о чем мы сегодня расскажем? Вот я сегодня с нашей ученицей Олей беседую, снимаю, спасибо, Оль. Тема тушевка, вернее даже владение ножницами при тушевке. И разговор зашел о том, что вот между, скажем, нашим правильным держанием ножниц и неправильным казалось бы одно лишь положение пальца. Там, не знаю, поворот пальца на 5 градусов. И уже движение руки другое. И я решил это продемонстрировать непосредственно на тушевке. Ну пусть это тренировочное движение будет. Но вы сейчас увидите, в чем суть. Итак, вот есть у нас такое положение пальца. Это, наверное, больше будет понятно для учеников нашей школы. Потому что для всех остальных надо дословно разбираться с подробностями, с мельчайшими. Как надо ставить палец, как не надо. Но если в двух словах. Вот можно поставить, захватить ножницы мизинцем. Видно там? Все нормально, да? Вот мизинцем. Остальные пальцы сделать прямо и большой палец поставить боком. Вот, чтобы было вот такое вот движение, поворот, держание. И чтобы палец работал боком, а ни в коем случае не подушечкой пальца прижать. Тем более не всунуть туда палец. Вот так подушечкой прижимают. И начинают вот этот палец, смотрите, указательный. Он вот так вот закривляется или закругляется, скажем так, под углом. И большой палец начинает вот так вот выдавливать. Ну и казалось бы, какая разница? Мы же можем так делать тушевку? Ну да, можем. И вполне неплохую тушевку делать. Но я вам сейчас хочу показать, в чем разница между, скажем, правильным держанием и владением ножниц. И вот таким, не совсем правильным. Во-первых, если вы вот так вот ставите палец, вот такой выгнутый, большой. То он давит на ножницы. И у вас на безымянном пальце надавленная полоска. И даже иногда сильнее палец, потому что сильно надавлен. Поэтому начинающие мастера, вот как себя проверить, правильно вы ножницы держите или нет. Если вы снимаете ножницы и у вас на большом, вернее, на безымянном пальце след от кольца, все, значит, вот большой палец слишком сильно давит на ножницы. Вот. А если поставить правильно, то никакого давления нет, потому что мы мизинцем ножницы держим, а не упираем большим пальцем. Но это боль можно перетерпеть, парикмахер, что только не терпит. Стоят на ногах целый день, плечи у них болят, ноги болят, все болит. Может и безымянный палец поболит, ничего страшного. Но здесь же в технике еще дело. Если вы держите ножницы вот таким вот способом, с давлением, то вы не сможете быстро работать ножницами. Ну не работает рука вот так вот на скорость. Вот, вот, линь-динь-динь, будет так вот оно делается. И еще и колебания такие получаются. А если вы возьмете ножницы вот таким правильным способом, то вот таким образом большой палец у нас может работать с большой скоростью. А вот таким с большой скоростью он работать не может. И я решил сейчас продемонстрировать. Вот смотрите. Мы даже секундомер включали, чтобы продемонстрировать, что вы должны тренироваться. Вот это уже учебное упражнение для учеников нашей школы, которое вы будете сдавать на зачет. Вот, да, вот вы ставите ножницы уже на почти что подстриженной до лысого состояния болванки. То есть тут цель не в том, чтобы срезать волосы, а в том, чтобы разрабатывать скорость руки. Итак, вот вы ставите расческу, ставите ножницы и начинаете медленно-медленно-медленно-медленно-медленно ускорять. Вот примерно с такой скоростью вы должны работать. Но на самом деле мы подсчитали, это получается примерно 6 движений в секунду. Мы даже секундомер включали. Я вас уверяю, если вы будете держать ножницы вот так, то не сможете вы вот с такой скоростью работать. Кроме того, очень сильно у вас этот палец заболит. Суть в чем? Старайтесь держать ножницы правильно. Проверка правильного движения. Это очень умение, возможность быстрого-быстрого-быстрого-быстрого-быстрого-быстрого вот так вот движения большого пальца вместе с ножницами. Тренируйтесь, приходите в школу Павла Баженова, пишите отзывы.